Уже около 10 тысяч лет к дольменам люди едут сейчас уже как паломники. Для чего существуют дольмены? Дольмен — это как раз связь человека с тем первоисточником, который на самом деле был, с теми знаниями, которые были открыты человеку. Дольмен имеет отверстие, которое закрывалось пробкой. Как раз когда это отверстие человек открывал, он получал силу необходимую для общения с дольменом, потому что дольмен — это накопитель энергии космоса, и мог общаться с ним, получать необходимые знания, получать необходимую силу для воплощения своих идей. В дольмены заходили люди, эти люди были волхвами, как раз были учителями, которые ходили по земле и давали знания людям. Были ещё учителя волхвов. Как раз эти люди были как раз посвящены в друиды. Это была цивилизация мудры. Строили эти камеры. Посмотрите на эти камеры, как они построены. Сейчас современный человек не может построить дольмен. Если у человека сила не физическая, если у человека сила психическая, это психическая освобождённая энергия. Благодаря своей силой мысли человек ставил вот эти сооружения, эти стены. Они оттачивались. Вы видите, как хорошо подходят друг к другу. И дольмен как раз переводится как «приди ко мне». Приди ко мне. Для чего приди? То есть человек задумается, для чего к нему прийти? За знаниями, за силой, за здоровьем, за мудростью, за теми качествами, которые нам сейчас нужны. Это есть большая необходимость человека нашего времени. Слепого, невидящего, не слышащего, слабого. Дольмены дают человеку силу, силу и потенциал, большой энергетический потенциал. Как раз дольмены открывают новый мир для человека. Дольмены — это будущее. Будущее не только нашей страны и будущее всего мира. Через дольмены откроются великие знания, откроются великие способности, которые были утрачены, но которые были у человека изначально. А вот через знания человек придёт к пониманию и осознанию самого Абсолюта, тот, кто сотворил это небо, сотворил эту землю, всё, что существует вокруг, и кто сотворил человека. Всё идёт от начала времён. Знания великие, знаний много, их надо знать, и существуют законы природы. Обо всём об этом говорят дольмены. Человек, приезжающий к дольменам, даже не задавая вопросов, ничего не нужно абсолютно, просто будет сидеть у дольмена, он уже получит в определённой степени оздоровление. Это в самую первую очередь. Избавление человека от негатива. Избавление от негатива — это как раз и есть оздоровление. А вот, потому что человек, который живёт в таком пространстве негативном, он как раз и болеет. Это первое. Второе — дольмены. Дольмены дают подарки человеку, мечта, которая не сбывается. Да, дольмены исполняют желания человека. И это сейчас является фактом. Я около восьми лет езжу по дольменам, приезжают люди, пишут письма. И пишут письма о том, что у них сбылись их мечты.